приветствую всех на канале общественный экологический контроль с вами как всегда я общественный инспектор по охране окружающей среды сегодня прекрасная погода время очередного проекта сегодня так сказать очередной честный обзор проект носит название эко дом рассмотрим как из чего и сколько стоит построить дом на примере нашего эко-дома ввиду того что земельный участок на котором расположен дом находится на достаточно болотистой на болотистой местности конструкцию фундамента пришлось делать таким образом то есть сам дом расположен на монолитной плите которая расположена на ленточном фундаменте глубина фундамента у нас где-то составляет метр двадцать ну то есть достаточно для нашей широты в плане глубины промерзания грунта сам дом основные стены выложены из пеноблока белорусского производства стоимость пеноблока на весь дом у нас где-то вышла в сто двадцать тысяч сверху пеноблока оборудовал дом обложен двойным кирпичом белым пустотелом также белорусского производства стоимость кирпича также в пределах 110 тысяч рублей кровля дома выполнена профлистом металл приобретался в компании grandline городе брянске заказывали общая стоимость работ по монтажу каркасу и основному каркасу и кровли дома у нас вышло в пределах 350 тысяч рублей окна по дому у нас обошлись в 90 тысяч рублей в доме установлены две входные двери заказывали в брянске двери достаточно дешевые но относительно качества выполнения и сборки очень даже неплохие двери стоимость дверей поряд при двух дверей около сорока тысяч рублей то есть одна дверка где-то 20 тысяч рублей стоит друзья что такое общественный экологический контроль это общественное движение у нас есть группа социальной сети в контакте ссылку в описании оставлю заходите туда там есть актуальная информация о общественном экологическом контроле и о деятельности общественной инспекции по охране окружающей среды кто такой общественный инспектор друзья это не должность это не работа это состояние души так ну вот мы внутри сразу особенности системы отопления данного экодома вся система отопления выполнена в виде двух контуров первый контур у нас это первый этаж второй контур это второй этаж особенность системы отопления данного экодома это теплый пол то есть В доме на первом этаже отсутствуют радиаторы отопления, поскольку дом отапливается исключительно за счёт тёплого пола. В принципе, морозная зима в минус 20-24 градуса показала эффективность работы тёплого пола и батареи просто здесь не требуется. Штукатурка стен первого этажа у нас обошлась в 70 тысяч рублей. Это работа плюс материал. Штукатурили штукатуркой волма все стены. Межкомнатные двери делались на заказ. Стоимость межкомнатных дверей 40 тысяч рублей. Одна дверка вышла в 20 тысяч рублей. Потолок первого этажа практически во всех комнатах представляет собой натяжные потолки клеенчатые. Стоимость данных потолков у нас вышла в 25 тысяч рублей. Доступ на второй этаж у нас обеспечивается за счёт вот такой вот лестницы. Лестницу делали сами. Она представляет собой металлический каркас. Ступени, естественно, выполнены из дерева. Стоимость данной лестницы у нас вышла в 25 тысяч рублей. Ввиду того, что у нас пол первого этажа отапливаемый, то есть тёплый пол, весь пол уложен керамогранитом. Керамогранит 40 на 40. Общая стоимость системы отопления первого этажа, это совместно с керамогранитом, монтаж водяного контура обошёлся примерно в 150 тысяч рублей. Сейчас мы в данный момент находимся на втором этаже нашего эко-дома. В настоящий момент готовность его составляет порядка 90%. У нас на полу положен ламинат. Потолок выполнен вагонкой из ольхи экстра-класса. В настоящее время ожидаем поклейку обоев. Также хочется отметить, что при строительстве дома боковые фронтоны с двух сторон у нас были также выполнены из пеноблока и также были обложены кирпичом. Сам второй этаж представляет собой каркас, деревянный каркас, утепление из минеральной ваты, трёхслойное, сверху зашито гипсокартоном. Соответственно, штукатурка и будут ещё обои. В общей сложности пиломатериала у нас ушло на строительство дома порядка на 150 тысяч рублей. Получается, утепление второго этажа у нас обошлось где-то в 35 тысяч рублей. Гипсокартон, соответственно, на обшивку второго этажа у нас обошёлся где-то в 25 тысяч рублей. Итого это у нас получается 60. Вагонка на потолок второго этажа у нас обошлась в 18 тысяч рублей. Это уже 78. Ламинат стоимостью где-то 25 тысяч рублей. Это имеется в виду вместе с укладкой. Система отопления второго этажа представляет собой водяной контур, приходящий с первого этажа. Под окна установлены дорогие рефаровские стальные отопительные панели. В маленькой комнате второго этажа установлены чугунные радиаторы, два штуки. Панели у нас стоят по 10 тысяч рублей. Второй радиаторы купил на металла приёмки за тысячу рублей. Итого 22 тысячи. На первом этаже нашего эко-дома мы оборудовали вот такой вот камин. В принципе, вещь очень удобная, интересная. Можно в ней даже что-нибудь приготовить. Типа, пробовали даже жарить шашлыки. В принципе, очень удобно. Такой камин нам обошёлся в сумму, материал вместе с работой где-то в пределах 50 тысяч рублей. Но это бюджетный вариант. Таких предложений на рынке точно вы не найдёте. Потому что подобная работа камина стоит около 150 тысяч рублей. Так, это у нас ванная комната. Точнее, совмещенный санузел. Потому что у нас здесь находится ванна, у нас здесь находится туалет, у нас здесь стиральная машинка и много-много прочего. Там хлама и всякое дребедение. Вся ванна у нас выложена керамогранитом. Пол такого же плана, как и по всему дому. Единственное, что на стенах оборудовано некое такое панно. Ну, достаточно интересно выглядит. Хочется отметить одну некую особенность нашего эко-дома. За этой стеной у нас расположена кухня. Соответственно, там же расположен газовый котёл. И все элементы системы водоснабжения. Это бойлер, трубопроводы. Стояк, дымоход от газового котла у нас вмонтирован в стену. То есть, вот здесь, в этой стене расположен газовый дымоход. При использовании газового котла получается, что вся вот эта вот стена у нас тёплая. То есть, очень практично, очень удобно сделана. То есть, мы уже экономим на обогреве данной комнаты. Несмотря на то, что по полу оборудован тёплый пол, дополнительно происходит обогрев за счёт дымохода. То есть, в ванной очень комфортная температура создаётся. Поскольку отсутствует у нас по всему дому, точнее, по всему первому этажу у нас отсутствуют радиаторы отопления. Вот, это и есть кухня. То есть, получается, вот он наш газовый котёл. Здесь у нас оборудован короб, за которым спрятаны трубопроводы, разводящие по дому. Спрятан смесительный узел, насосный узел и водонагреватель типа бойлера, который используется у нас для подачи горячей воды. Вот дымоход, который встроен у нас в стену. То есть, он греется, соответственно, с двух сторон. Греется со стороны кухни, греется со стороны ванной. В коробе расположен насосно-смесительный узел, распределение на тёплый пол. Четыре контура тёплого пола, четыре, соответственно, комнаты. И распределение теплоносителя на второй этаж. Также расположен бойлер, ну и прочие коммуникации. Это у нас всё закрывается вот такой вот решёточкой. Впоследствии короб планируется обложить также керамической плиткой. Для придания эстетичности и практичности нашей конструкции. Готовность кухни пока у нас где-то процентов на 50, поскольку как таковой кухни у нас ещё нет. Кухня походно-полевая, приходится готовить в походно-полевых условиях. Но если на нынешний день посчитать оборудовать кухню такой площади, обойдётся примерно в 350 тысяч рублей. Данную цену мы не будем забивать в нашу смету, поскольку кухни ещё нет. Монтаж инженерных коммуникаций – это электропроводка, водоснабжение, водоотведение, система отопления. Проводилось всё собственноручно. Общая стоимость материала в трудозатратах где-то порядка 150 тысяч рублей. Вся электропроводка у нас спрятана в стены, заштроблена и, соответственно, замазана. То есть у нас наверху ничего такого нет. Плюсуем 150 тысяч на инженерные коммуникации. У нас получилось лям 900. К этому ляму 900 обязательно добавляем общепроизводственные расходы. Это у нас где-то также 150 тысяч рублей. И мы выходим за 2 100. То есть, в принципе, 2 миллиона 100 тысяч можно построить дом и заехать туда жить. Мы живём ещё пока что в недостроенном доме, но, я думаю, потихонечку мы его оборудуем, обустроим. На это у нас ещё идут дополнительные средства. Мы рассчитываем где-то на 200-300 тысяч вложиться, чтобы уже до конца оборудовать. И всё. Также мы не считаем бытовую технику, мы не считаем мебель. Потому что в строительство дома никакого отношения к строительству дома. В общем, по моей смете насчитал где-то порядка 2,5 миллиона. То есть, данный проект мы начали реализовать в 2018 году. В 2018, 2019, 2020 год. То есть, 3 года мы уже строим этот дом. Ну, готовность его составляет на данном этапе где-то 90-95%. В принципе, мы в нём живём. Достаточно комфортно себя чувствуем. Кому было интересно, подписывайтесь обязательно на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Всё. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...